Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу обратиться со своей проблемой. У меня возникают очень неприятные чувства и эмоции, я не знаю, как их описать, но я от них очень сильно страдаю и впадаю в отчаяние. Это похоже на те же ощущения, которые у меня были как будто бы в детстве, когда меня наказывал какой-то взрослый человек, не обязательно родители. Я чувствовал вину, что это еще какие-то неприятные чувства. То же самое и тут. Например, пилотные ощущения в таких ситуациях, как, например, во время учебы в школе, когда учитель ругал, или в первом колледже, где учителя были строгие, студенты меня недолюбливали, там я что-то подобное чувствовал. Или, если какой-то преподаватель сделает мне замечание за что-то. Когда я сменил колледжи, учителя были спокойны и целы, но все равно было на то, кто как учится и прислывает в учебнике, там было проще, жизнь стала ярче и проще. Но я когда завершил университет и должна была пройти практику, то при принятии меня на практику руководитель был с чем-то строг. Мог сделать замечание, сказать переделать что-то, и часто твердил, что-то говорил мне нет. После всего этого я чувствовал себя виноват, а никчемный, просто чувствовал себя как ребенком, будто бы меня наказывать начальник. Хотя умом понимаешь, что это не так, и в принципе человек ко мне не настроен, плохо он просто выполняет свою работу, я должна адекватно принимать эти замечания, но я не могу этого делать. Я считаю, что работать на собой не получается, и опять падаю в отчаяние. Сейчас я должна устроиться на работу, очередную, но у меня страхи, я всего боюсь, чувствую себя ребенком, виниться, и база, опять мне мир стал казаться страшным. А я уже забыл, каково это, ведь я уже давно далеко не ребенок. Как мне быть, и сколько времени такая проблема решается с психологом? Смотрите. Мне кажется, что в первую очередь здесь у вас есть такое вот незнание себя. То есть вы сами себе не знакомы. Это первое. И терапия обычно в таком случае занимает не менее года. Вот. И в идеальном варианте два-три года, чтобы себя исследовать. Вот. Дальше. О чем вы говорите? Вот. Про что ваша история? Ваша история про то, что вы пытаетесь, как бы через одобрение, себя наполнить. То есть вы-то сами о себе не знаете ничего. Вы-то сами себя не чувствуете практически. Но одобрение других людей дает вам вот это самое чувство, вот эти самые ощущения. И поэтому вы переключаетесь на них. То есть это невнимательность к своим реакциям. На самом деле можно говорить о том, что вами подавляется злость, вами подавляется протест, вами подавляется скажем так, личный границ. Да, это связано с родителями. То есть по-видимому, вот когда вас наказывали или ругали, да, вам давали понять, что вас наказывают, вас ругают, но при этом еще и не любят. Обычно в таких ситуациях происходит следующее. Родитель действительно может наказывать своего ребенка, но он как бы всегда дает ему понять, что он его любит. То есть наказание и любовь это разные вещи. В вашем случае вам этого не донесли. И отсюда возникает вот то, что вы описываете. Да, это отсутствие позитивных, теплых чувств внутри себя. То есть у вас этого попросту нет. Страх. Это недоверие себе. Дело в том, что действительно какие-то неприятные моменты, какие-то неприятные эпизоды в жизни случаются. так или иначе. Речь идет о том, чтобы на них реагировать. Но когда вы не знаете, как реагировать, или ваши реакции блокируются, в этом случае, конечно, возникает вот потребность в том, чтобы вас любили, чтобы вас ценили и так далее. то есть возникает потребность угодить. Понимаете, да? И еще один важный момент заключается в наличии или отсутствии у вас интересов. То есть понимаете, как бы вот то, что вы сейчас отраиваетесь на очередную, как вы говорите, работу, с одной стороны связано с тем, что да, вот вам сложно позиционировать себя как партнера, а с другой стороны это связано с тем, что вам не особо интересно. Потому что человек, который гонится, который стремится к одобрению, он ведь не слышит себя, он не слышит того, что вам интересно, он думает только о том, что хотя другие люди. Вот. А соответственно к самому себе человек не внимательствует. И в этом случае происходит именно такая история. поэтому параллельно с тем как бы про что я говорил, вам необходимо развивать и свое интересное, чтобы вы знали, куда вы двигаетесь, куда вы идете и к чему вы стремитесь. Вот. Вы пишите о том, что стараетесь над собой работать. Как? Как именно вы стараетесь над собой работать? у вас вы совершенно правильно сказали, что вы уже не ребенок. Но вы не чувствуете этого. Вы не чувствуете, что можете подобно взрослому замечать и размещать свои чувства и переживания. И вот пока этого не произошло, пока этого не произошло, вам будет сложно. всему этого психолог может помочь вам научиться. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует...